В сельском клубе села Барановка пенсионеры стараются собираться два раза в месяц. Зимой, конечно, чаще, сейчас много работы в саду. Приходят, чтобы послушать неповторимый голос заведующий клубом Сирануш Саулян. Хозяйка клуба приглашает для людей старшего поколения разные коллективы. Порой так разойдутся, что и на возраст внимания не обращают. Вместе с молодыми танцуют, а сегодня еще и по зоге киманче. Обычно музыкант с этим инструментом становится в круг танцующих. Это достаточно старинный инструмент. Дело в том, что предки сегодняшних армян, проживающих на территории Барановского сельского округа, пришли сюда из Западной Армении. И, естественно, тогда с ними пришел и этот инструмент. Но мастера пропали. Больше некому было передавать свои знания и возможности. Вот на сегодняшний момент появился молодой человек, который с уважением относится к древнему инструменту. Этот молодой человек Вартан Симонов – местный житель. Еще в детстве ему показали киманче. Он запомнил. Но в музыкальной школе и в сочинском училище искусств учился по классу аккордеона. Спустя годы появилось желание все-таки освоить старинный национальный инструмент. Этот инструмент доставляет удовольствие из-за того, что он так прекрасно звучит. Инструмент, во-первых, также моих предков. И очень с уважением отношусь к этому инструменту, к истории и ко всему, что связано с этим инструментом. Именчей изготовили из тутовника мастера Геленджика. Звучит он тоже неплохо. Теперь киманчи часто будет звучать в Сочи. Музыкант активно осваивает инструмент, пообещал даже взять себе учеников. И чаще приходить в клуб к сельским пенсионерам. В целом в Хосинском районе 11 сельских клубов и домов культуры, где работает городской проект «Активные долголетия», инициатором которого стал глава города. В Барановке клуб назвали кому за 70, но рады видеть там всех, кто не любит одиночество. Елена Овсецина, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.